Продолжение следует... Прискорбием отметил 80-летие начала самого кровопролитного конфликта в истории человечества. Вторая мировая война охватила практически весь земной шар и унесла порядка 70 миллионов жизней. Осмысление причин трагедии стало приоритетом для историков во многих странах мира. У нас в России власть не учит историков идеологической грамотности, а сама ждет от них объективных оценок и взвешенных выводов, в том числе по самым непростым вопросам. Ключевые темы докладов – Мюнхенский сговор, аншлюз Австрии, пакт Молотова-Риббентропа. История общая, но оценки историков отличаются. Что касается, допустим, пакта Риббентропа и Молотова, естественно, это был пакт двух диктатур. И этот пакт ущерб многих стран Восточной или Средневосточной Европы. Если Германия, как нас обвиняют, получила от пакта с нами возможность избежать войны на два фронта, так и мы тоже самое, это цель нашего была. Или мы воюем с Японией и с Германией. Ну как, для нас это смерть подобная. Пакт Молотова-Риббентропа – болезненные вопросы для современной Эстонии. Согласно позиции официального Таллина, весь советский период считается оккупацией. После 1945 года Эстония не восстановила свою самостоятельность. Этого не случилось. Это случилось только с 1991 года. А вот в Польше, посол которой присутствовал на конференции, до сих пор не утихают споры о роли Советского Союза в судьбе страны накануне и во время Второй мировой войны. Вторжение, входа, агрессия советской армии 17 сентября на территорию Речи Посполитой. Посмотрите, сколько я слов здесь использовал. Вторжение, вход, агрессия. Все зависит от того, кто пишет, кто говорит, какие у него точки зрения, какие взгляды. Посол Германии в России, выступая с трибуны конференции, подчеркнул, несмотря на прошедшие с момента окончания войны десятилетия, сегодня в оценках истории Второй мировой по-прежнему слишком много политики. После окончания Второй мировой войны, моя страна, Германия, снова смогла стать уважаемым членом мирового сообщества. Именно потому, что мы, собравшись силами и стремясь увидеть истинную картину, честно заглянули в зеркало нашей истории. И продолжаем делать это и сейчас. Вместе с тем, Сергей Нарышкин был вынужден напомнить, в Европейском парламенте совсем недавно была принята резолюция, которая свидетельствует о другом. Резолюция Европарламента, которая возложила историческую вину за развязывание Второй мировой войны на Советский Союз. Ну, этот документ, ничто иное, как продукт такого, я бы сказал, циничного, аморального и даже подлого политического заказа. Несмотря на разночтение и разногласия, историки солидарны в одном. Сегодня нет другого выхода, кроме как продолжать максимально объективно вглядываться в прошлое. Ведь именно неумение или нежелание договариваться 80 лет назад привело мир ко Второй мировой. Служба информации Российского исторического общества.